Так, убежище тимерских партизан. Ну, видимо, сюда нам и нужно. Мы кровью заплатим за свободную тимерию. Смерть, черт! Ведьмак 3, Next Gen, то есть абсолютно поломанный. На связи Росимир и Ольга. Здравствуйте. Ужас, конечно, какая поломанная игра. Но поломанная, это слабо сказано. Угу. Посмотрим, что поломано будет сегодня. Почти в каждой серии мы что-то поломанное находим. А серии уже ого-го. Ферреро, Роше? Нет, здесь никакого, Роше. Что-нибудь еще? Понимаю. А за тобой надо думать, грибники лагерем встали? Мы это, за птичками наблюдаем. А меч у тебя, чтобы, если что, от туканов отбиваться? Туканы тут не живут. Холодно им тут очень. Да ты у нас за птичками не наблюдаешь. Артензио, ты слепой. Это же Геральт, мой товарищ. Вот он на голубые полоски. Геральт, или без полоски. На голубом. Непонятно. Так все-таки белые на голубом или голубой на белое? Вот что, зебра что? Геральт из Ривии. Живой и здоровый. Вернан, Роше, последняя надежда Тимерии. Смейся, смейся. А Тимерия еще вернется на карту мира. Роше, я не могу их тут бросить. Я... Какая-то блондинка. Можешь и должна. У тебя приказ. Они умрут. Пожалуйста. Разговор закончен. Можешь идти. Кажется, мама. Ну, исходя из того, как она смотрела, явно с ней можно переспать. Ага. Она блондинка. С короткими волосами. Ужас просто какой-то. Так, погоди, бывай. Бывай. Где там блондинка? Что, накл? Кого там накл? Голову спрять! Голову спрять? Это не та. Ну все, мы ее потеряли. Потеряли. Можно сундук? Посмотрим. Ты меня достал седу. А жаль. Так, а блондинки нету, кстати. Действительно, мы ее потеряли. Ну и ладно, может быть, потом появится еще, правильно? Надо будет найдется. Это же можно? А это? Это тоже можно. Хорошо. И такой ценный вот как там, видимо. Только ведьмака разверел. Думаю, бардели открытся. Ведьмак хоть не может. Это да. Опа. Тут записка какая-то есть. Рапорт. Объект замечен в каюте на бортом Тритогора. Что за объект? Не знаю. Что за каюте? Что вот здесь вот спрятано? Прыгай. Ага. Прыгай пока не... Да. Мы останемся тут жить. Проходчик. Нет, не остались. А могли бы. Так. Могли бы. Очень. Даже. Проходчик. Это что такое? Это двуручный... Серебряный меч. Дополнительный урон при крите здесь есть. И шанс крита. Больше. Причем. И еще и шанс крита. Что хорошо. Заморозки, правда, у нас больше не будет. И силы атаки. Но здесь силы атаки в принципе больше. Смотри. 6% от этого. Это сколько будет? Это немного. Это меньше, чем здесь дается. Поэтому это выгодный меч. Меньше аксия, меньше арда. Да пофигу. Потому что на заморозке у нас как-то так. Только заморозка. И все. В принципе можно взять и получить. Да, имеет смысл. Меняем. Меняем. Красивый, конечно, клинок был. Весь в рунах. Это потому что он руманический, понятно говоря. Это да. Так, нанесем сюда какую-нибудь дрянь сразу. Трупоеды. По стандарту, да. Пусть будут туроеды. Думаешь, они первые нам встретятся? Я не знаю. Но трупоеды чаще всего же оказываются. Так. А правда что-то? Те мерзкие партизаны. Где там этот Рашест? Эх ты, Растяпа! А где Рашест? За речку-то надо повнимать. Кто из вас, Роше? Где? Зелененький. Вот он. Геральт из Ривии. Живой и здоровый. Я ищу ублюдка младшего. Слышал о таком. Только не знаю, почему ты его ищешь в моей... Next Gen. Да вот одна птичка напела. У вас с ним общие друзья. Похоже, вы оба очень сдружились с Родовидом. Разговорчивая какая птичка. Надо будет голову-то ей открутить. Ты что, поможешь или мне искать дальше? Тебе, как всегда, везет больше, чем ты заслуживаешь. Я собираюсь навстречу с риданским шпионам. А, и чей из факел? Мы встречаемся под Эксимфуртом в шахматном клубе. Спасибо. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Женщина где? Ладно, женщину, по всей видимости, потеряли все-таки. Куда ведет эта щель, непонятно. Но не будем вдаваться в подробности, да? Так, нам нужно выходить. Выход есть здесь. А здесь мы уже были. Все, 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 все. Добро. Валим. Встретимся с Роше у моста Эксимфурта. Ну, поехали. Можно, конечно, что-то прокачать. Нам, на самом деле, без надобности в прокачке. Очень быстро идет опыт по сюжетным квестам. Невероятно быстро. Но это тоже такая вот не самая приятная вещь. То есть, в остальном мире ты серпаешь прям по граммульке, а сюжетные квесты тебя пампят до талого. Так, где Эксимфуртский мост? Куда нам нужно? Сюда. Кстати, здесь телепорта у нас нету. А должен быть, по идее. Должен быть и здесь, и здесь. Ух ты. Кто, 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 кто? Полуночница? Полуночница. Как очаровательно то, что я здесь оказался именно ночью. Хорошо. А, против полуночности... Против полуночной... Полуночницы. Нужно использовать, конечно же, против призрака. Так, улучшенное масло используем. Да, я так и думал. Это не из-за того, что она босса, это из-за того, что она такой категории неприятной. Это не просто призрак, это особый вид призрака. Не повезло. Не повезло. Не повезло. В принципе, ее можно, конечно, атаку бить, но лучше не надо. Подходи, подходи сюда. О, и критуля сработала. Какого черта на тех призрака все-таки? 105 уровней не работает. Ну, видимо, их сделали бессмертными. Полуночница, собственно, здесь была. Так, ну вот он верно. Мне бы хотелось... Вот это вот открыть, да. Новиградские ворота. Хорошо. Путешественник получен на достижение. Прекрасно. Я откуда пришел? Человек, с которым мы должны встретиться, уже, наверное, ждет. Готовы? Связной ждет в шахматном клубе. Давай разберемся с этим побыстрее. Пойдем. Прям бежит на максимуме. Еще один. Ну, кстати, хорошо в этой игре сделано, что подстраивается... Что-то здесь не то. Охотники на колдуней. Хотя мы вырезали их лагерь. Посмотрим. Продолжение следует... А так можно было, да? Говорят, что это королевская игра. Что шахматы учат стратегическому мышлению. Ерунда. Пешки одинаковы с обеих сторон. Правила всегда одни и те же. Ничего общего с жизнью. Знаешь, ведьмак, зачем я играю в шахматы? Это упражнение? На гибкость ума? Нет. Я играю в шахматы, чтобы разгадать их секрет. В этих фигурках шумит кровь. Приложи ухо и услышишь. Шушу. Шушу. Сердце перекачивает жизнь. Ем пешку и слышу хруст разрываемого мяса. Ем фигуру и слышу крик из глубины дерева. Я хочу сломать шахматы. Выдавить из них правду. Понимаешь, о чем я? Да, король. Да что ты там понимаешь? Ты так говоришь, чтобы подлизаться. Я же образно говорю. Ну, а я нет. Поэтому и понимаю. Грелая скрытая истина. Король всегда окружен дураками. Понимаешь? Нет, все еще не понимаю. Неважно. Перейдем к делу. Зачем ты привел ведьмака? Ведьмак сам все объяснит. Я ищу ублюдка младшего. Знаю, что он пользуется поддержкой Редани. Зачем ты его ищешь? Это мое дело. Не буду настаивать. Я разместил младшего в имении в Оксенфурте. О нем знают немногие. Тебя туда не впустят. Но ты скажи, что пришел по поводу делок. Младший постоянно требует приводить к себе женщин. Мне говорили, что он нехорошо с ними обращается. Ты только что сдал мне человека, в которого вложил порядком времени и денег. Интересно, почему? Считай, это жестом доброй воли. И да, я рассчитываю на взаимность. К тому же младший мне уже не нужен. Большой четверки больше не существует. В свое время я напомню тебе об услуге. А теперь все. Идите. С тобой, Роше. Я поговорю в другой раз. Мне кажется, он все больше погружается в безумие. Главное, я знаю, где искать младшего. Знаешь что, Геральт? Я ведь тоже хотел просить тебя об услуге. У меня проблемы с Бьянкой. И мне нужно, чтобы кто-нибудь ее образумил. Зайди ко мне в лагерь. Я все расскажу. Хорошо, Роше, я подумаю. До встречи. Сейчас блевану со скуки. Я, походу, дело тоже. Задолбал этот квест уже, если честно. На лошадь сесть нельзя. Видимо, это не платва. Погоди, платва. Вот управимся с колдунью. Провалено банды Новиграда? В смысле, провалено? А вот это интересно. Надо загружаться. Поговори с Тесоконды. Нужно еще с Трис, наверное, поговорить. Короче, надо все квесты повыполнять. Это в Новиграде. Видимо. Видимо, да. Мало ничего. Кстей. Господи. Сюжетное задание не ломает дополнительные. Что я знала, что-нибудь. Вполне возможно. Так, ладно. Поехали. Это, кстати, травма. Клиент сразу поймет, что на этой стороне Понтера лучшего товара не сыщешь. Пока не договорились. Пошел. Видимо. Что? И что у него? На Кировой нас берем. Это... Нет у него Семена. Нет Семена? У него есть эти цветочки. Аринария? Да. Ну, Аринарию давай берем, конечно, но... Семена нет, только насколько я вижу. Семена нет. Зараза. Плохой травмник. Очень плохой травмник. Будь здоров. Ты... Геральт из Ривии. Прозванный Белым Волком, а? Мясник из Главикина. Достаточно Геральта из Ривии. В чем дело? Пару лет назад один тип заплатил мне, чтобы я сохранил для тебя книжку. Сказал, что ты когда-нибудь за ней придешь. Кто это был? Хм... Он не представился. Но! У книжки красная обложка, это я помню. Я ее точно не продавал. Хорошо, я поищу. Может, тогда и остальное посмотришь? С удовольствием. Так. И... Какая? Гулия-альгулия? Может, это? Ну вот, красная же. Это тоже красная. Ну, скорее коричневая. Дикая охота. Или вот эта. А нельзя написать, что из этого квестовое. Ну, мы тут много, к слову, не читали. Показывается, что мы уже читали. Ну, вот серым, то, что мы уже читали. Понял. Мы уже читали этот текст. Принято. Хорошо, давай тогда берем Гулия-альгулия. Может быть, это отсылка к Цири. Может быть. А, в принципе... Половина королевства севера. Ну, давай возьмем. Насекомые. Так, нет. Я самые красные взял. Ты думаешь, что вы не читаете на красные? Я думаю, нет. Это было бы странно. Но она коричневая. В каком месте она красная-то? Так, это мы продаем. Сообщение от Игоря. Одно продаем. Почему их два было? Потому что Next Gen, по всей видимости. Это продаем. Это продаем. Вроде бы все. Гули-альгули. В происхождении Гулия имеется множество. Гипотис, Ля-Ля-Тополя. Фауна королевства севера. Такой волк знает всякий. Голем или вернейший слуга человека. Вопреки тому, что повсеместно говорят, первого голема сотворил не могущественный чародей, не эльфски знающий, а простой краснолюд. Рад за них. Старый знакомый. Найти книгу. Собака. Веселые приключения Мюриэль. Прекрасные мерзавки. Подтешными гравюрами снабженные. Прекрасно. Очаровательно. Или это не то? Еще книжки. Извлечение чирьев прижиганием научные штудии. Еще. Мой манифест. Должно быть оно. Внутри какое-то письмо. Некомо. Теперь даже к цирюльнику страх пойти. А вдруг и его в колдовстве. Письмо от А. А это алхимик. Нет, стоп. Он Гольдштейн был, по-моему. А тогда кто? Подумал, не подведи наш мир, как я подвел. Отправиться в порт у Каэр Тори. Что мне дальше-то делать? Откуда деньги? Если бога нет, то кто нас заплатит деньги? Зачем я пилю? Еще книжки. Ничего не понятно, но очень интересно. Да, тут ничего не добавилось и... Там я тоже нифига не понял, если честно. Может быть, нужно было читать-читать прям? Интересуешься книгами? А, сыграем Гвинт? Нет, конечно же нет. Так, погоди. Записку я эту могу перечитать как-нибудь? Верно. В инвентарь только за ней. Я не знаю, что это... Спойлер того, что будет, и все. Больше ничего. Прошу! Что просишь? Что? Тоже книжник какой-то. Третья карта Эдвина Греллофа. Берем. Сильно выцветившие заметки. Берем тоже. Глифы не нужны, пергамент не нужен. Убийца, к слову. Лучше, чем у нас. Да, интернет и броники. Угу. Стоит денег, правда, немерен. Но берем. Интересно. Нету ничего, что мопушка связала. Получше. Штаны убийцы. Просто получше опять-таки. Броня за счет здоровья. А, броня за счет здоровья, да? Получается. Тогда забей, не так важно. Сапоги не убийцы. Ну, сапоги-убийцы особо ничего не дают. У нас калорийские. Угу. У нас противнильники всякие. Это средний. Средняя броня, да. Что еще есть? Тоже средняя. Средняя. А, говно всякое легкое. Да, если легкое, то не то, что нам нужно. Дополнительный опыт у нас идет. Это, на самом деле, самое главное то, что у нас есть. В принципе, все. Так, сюда, да. Ну, давай. Погоди минутку, ведьмак. Мне вот интересно. Как это ты взял выходной ровно в ту ночь, когда ублюдок пытался меня убить? Это совпадение. Я был в борделе. Есть свидетели. Что свидетелей ты себе нашел? Верю. А вот что совпадение. Нет. Знаешь что? Херовый какой-то разговор. Только время тратим. Возьмите его, ребята, и поговорите с ним сами. Я хочу знать, где ублюдок. Я тебя не предавал! Нет. Нет. Я ничего не знаю. Приветствую. Приветствую. Чего тебе? Как продвигаются поиски младшего? Самое позднее завтра ублюдок отправится на тот свет. Нет. Не хочешь присоединиться к облаве? Меня ваши счеты не касаются. И все? Обдумать? Предложение. Ну, давай сделаем облаву, хорошо. Приветствую. Чего? Я уже начал искать младшего сам. Жаль, ты раньше ко мне не пришел. Мы к тебе помогли. Меня ваши счеты не касаются. Что? Что? Что происходит? Короче, это задание заруинено. Надо было к нему изначально идти. Потому что если теперь, то уже все. Все сломано. Ой, кстати, там были эти бумажки. Какая фигня. Господи. Слушайте, ребят, если честно, вот после этого уже не хочется даже выбрать. Игра хорошая, за исключением некстгенных моментов, которые просто трындец. Огромное количество. Та же самая драка, вы вспомните. Какая она нелепая. И вот это вот. По заданиям началась теперь жесть. То, что... А вы знаете то, что вы должны были, оказывается, вот это задание выполнять до вот этого задания? Потому что иначе я в жопу бы вы не пошли. Ясно. Ясно. Как-нибудь. Вечерком в борте. Мне наплевать, насколько вам нравится эта игра, ребят. Вот это, это некачественно сделанная игра. Такого быть не должно. Если вы даете дополнительное задание, и самое главное, его не отбираете. Вот, обдумать предложение тисака. Ну. Ну. Обдумать. Обдумал. Дальше что? Почему она мне не дает варианта-то? Фигня какая-то. Ладно. Ладно. Тогда забили-забыли. Остальные задания по-новыполняем. Там посмотрим. Правильно? Это ты зря. Да и вообще надо. Ой. Стражник на меня согрелся. В жопу. На этой отвратительнейшей просто ноте. Серьезно. Какая-то руина за руиной у нас пошла. За руиной, за руиной, за руиной, за руиной, за руиной. Единственное, что радует, это вот наши дорогие, замечательные, потрясающие, великолепные бустеры. Потому что игра что-то превращается в какое-то говно. А вот бустерам спасибо большое за поддержку, конечно. Потому что только благодаря им-то видосики выходят. И присоединиться к их числу, вступить в семью. А семья это главное. По ссылке в описании можно, ребят. Ссылка на бусте. Переходим и подписываемся.